Доброе утро, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо большое тем, кто к нам подключился онлайн в субботний день солнечный. Позвольте продолжить тему по иммунотерапии и мое сообщение о двойной иммунотерапии в лечении метастатической меланомы. Какие горизонты возможностей мы используем? Как мы знаем, меланома – это достаточно актуальная проблема в нашей стране. Заболеваемость в 2019 году практически 12 тысяч случаев. Смертность от меланома в 2019 году составила почти 3,5 тысячи случаев. Но на постоянном учете пятилетним и более находится 60 тысяч человек. И летальность на первом году с момента установления диагноза составляет 9,5%. С четвертой стадии установленный диагноз меланома встречается 7,5% – крайне неблагоприятный прогноз. До сегодняшнего момента метастатическая меланома достаточно прогрессирующее заболевание. И прогноз плохой, учитывая, что до сегодняшнего момента те исследования, которые проводились на основе докарбазина, других цитостатиков не приводили к значимому улучшению общей выживаемости. И с появлением эра иммунотерапии мы можем говорить о некоем прорыве. На сегодняшний момент несколько иммунопрепаратов уже зарегистрированы при лечении метастатической меланомы. И комбинация эпилемумаба с неволумабом занимает одну из лидирующих позиций. Те препараты, которые представляют разные группы, эпилемумабы запускают иммунный ответ. Опухолевый антиген презентируется неактивному талимфоциту в опухолевой клетке. А уже препарат неволумаб блокирует рецепторы PD и PD-L. Соответственно, когда запускалось исследование, то понимание возникло того, что комбинация этих двух препаратов может быть более эффективной. Достаточно показательный график, учитывая то, что начиная с 1900-х годов и до настоящего времени пациенты с метастатической меланомой жили плохо. И выживаемость пациентов с 4-й стадии на летальность на первом году была достаточно высокая. И сегодня мы можем говорить, что 50% пациентов с метастатической меланомой переживают 5-летний период. Это достаточно высокие цифры для этой категории пациентов. По комбинации более 5000 пациентов приняли участие в клинических исследованиях по использованию неволумаба с эпилемумабом по меланоме в разных странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Более 4500 пациентов получили неволумаб в монотерапии, более 2000 пациентов получили препараты в комбинации. И уже на текущий момент долгосрочные результаты 5-летней, 7-летней выживаемости докладываются на различных крупнейших конференциях. На основании чего была зарегистрирована данная комбинация? Было проведено исследование Checkmate 067 по изучению эффективности. Препаратов неволумаб в монотерапии, комбинация и сравнение. Было включено 945 пациентов. Неоперабельные метастатические меланомы пациенты ранее не были лечены. И с ЭКОК статусом 0. Любой БИРА в статус, любой статус ПДЛ. Первая группа пациентов получала комбинацию неволумаб и эпилемумаб. 4 блока, затем неволумаб в монорежиме. Вторая группа пациентов получала неволумаб в монотерапии. И третья группа пациентов получали эпилемумаб 4 блока. И далее либо неволумаб, либо плацебо. Группы пациентов по характеристикам были сопоставимы. Пациенты были все в достаточно удовлетворительном статусе. Необходимо отметить, что пациенты с метастазами в головной мозг не были исключены. Но метастазы были клинически незначимы. И эти пациенты тоже получали одно из нескольких видов лечения. И что получили? Что частота объективных ответов метастатической меланомы на двойную комбинацию составила практически 60%. Полных ответов 22% и частичных ответов 36%. Необходимо отметить, что с наблюдением этих пациентов, в 4-х, 3-х летней выживаемости, 5-х летней, частота ответов нарастала. То есть те пациенты, которые достигли частичного ответа, их ответ нарастал с каждым годом. Увеличение как общей, так и безрецидивной выживаемости при применении комбинации по сравнению с группой эпилемумаба не зависело от статуса Бираф. Обратите внимание, что пациенты с мутацией гена Бираф общая выживаемость 5-летняя составила 60%. И также общая выживаемость не зависела от исходного уровня ПДЛ статуса. Пациенты имели преимущество в комбинации как с высоким, так и с низким уровнем ПДЛ. Какие результаты с каждым годом использования иммунотерапии? Нужно останавливаться, нужно продолжать лечение. Мы видим, что в последние годы, в последние 2 года, те пациенты, которые получили ответ на двойную комбинацию, их выживаемость выходила на платы. То есть, наверное, сейчас уже можно говорить о том, что эти пациенты выздоровели. Я думаю, что на последующих конференциях, на крупных докладах уже будут говорить о выздоровлении данной категории пациентов. Нужно отметить, что комбинация эпилемумаб с неволумабом, доза эпилемумаба составила 3 мг на килограмм, неволумаб 1 мг на килограмм. Мои коллеги часто в регионах опасаются назначать такую комбинацию из-за высокого уровня токсичности. Но, тем не менее, те пациенты, которые получили 3-4 блока комбинации и остановили на этом лечение, медиана времени до прогрессирования составила 18 месяцев. То есть, эти пациенты не получали другого лечения в течение 18 месяцев, что нельзя сказать в группе с монотерапией неволумабом и эпилемумабом. Таким образом, практически 75% из группы комбинаций, которые пережили 5-летний рубеж, не нуждались в продолжении терапии и не получали за все время терапию второй линии. Следует отметить особую группу пациентов. Это пациенты с диагнозом меланомы с линдистых и меланомы глаза. Мы знаем до текущего момента, что это пациенты с плохим прогнозом, не поддаются лечению. Но, тем не менее, на комбинации эпилемумаба с неволумабом пациента однолетняя выживаемость составила 74% при меланоме слизистых и 41% при увиальной меланоме. Необходимо отметить, что уровень 3-4 степени нежелательных явлений был достаточно высокий – 60%. Но, тем не менее, те пациенты, которые успели получить 3-4 блока комбинации медиана времени до прогрессирования, была значительно выше, чем у пациентов в группе монотерапии данным препаратом. И нужно отметить, что на протяжении иммунотерапии пациента, когда получали 2-3-4 года, токсичность не возрастала. То есть медиана токсичности на комбинации была 4-5 месяцев. И те пациенты, которые переживали токсичность, 2-3 степени, токсичность уменьшалась до 1-й степени, они продолжали иммунотерапию получать. И с каждым годом, с каждым введением токсичность не нарастала. Это особенно важно. Важное понятие для наших пациентов – это качество жизни. На протяжении всего времени иммунотерапии, 2-3-4 года, качество жизни пациентов оставалось высоким, несмотря на длительность и количество введений. И таким образом, двойная комбинация, учитывая высокую эффективность в выживаемости пациентов с метастатической меланомой, была включена в рекомендации к использованию в 2020 году, независимо от того, имели пациенты мутацию БИРАФ, имели другие мутации, независимо от уровня ПДЛ, независимо от поражения головного мозга. И, коллеги, позвольте поделиться собственным опытом использования иммунотерапии в реальной клинической практике. Мы знаем, что на исследовании пациенты поступают отобранные, пациенты с ЭКОК-статусом 0,1, у пациентов которых имеется минимальное количество жалоб, что мы получили в реальной клинической практике. С 2018 года ведется некая база, в том числе в нашей клинике. И по меланоме это самое большое количество пациентов, то есть это порядка 35% пациентов. Но необходимо отметить, что с 2018 года пациенты с метастатической меланомой, к сожалению, не могли получать комбинацию по разным техническим сложностям. Сейчас, к счастью, больше доступность комбинации, и в нашей клинике мы стараемся таким пациентам комбинацию назначать. Удалось проанализировать пациентов, которые в целом получили комбинацию эпилемумаб с неволумабом при разных нозологиях. И пациенты с меланомой в количестве 13 человек получили данную комбинацию. Все пациенты получили 4 блока комбинации эпилемумаб с неволумабом и далее продолжали лечение. По характеристикам группы были практически сопоставимы. Необходимо отметить, что большинство пациентов получали и первую, и вторую, и более трех линий. То есть это пациенты, которые были много предлечены перед тем, как начали иммунотерапию. Частота нежелательных явлений на афоне комбинированной терапии в нашем исследовании, в наших наблюдениях была несколько ниже, чем представлена в оригинальном исследовании. В основном мы наблюдали третьей степени, это гепатотоксичность, была отмечена остыния у пациентов. Но здесь тоже нужно сказать, что если это пациенты, которые получали первую, вторую, третью линию, то, по всей видимости, у них и аномия, и остыния могли быть за счет длительности предлеченных курсов. И нужно отметить по эффективности, так как было небольшое количество пациентов, 13, то позвольте в узной форме рассказать. У одного пациента мы наблюдаем полный ответ. Полный ответ возник после пяти месяцев использования иммунотерапии, наблюдается до сих пор. То есть медиан ответа наблюдение составляет порядка двух лет. Два пациента у нас частичный ответ достигли, четыре пациента отметили после первого контрольного обследования псевдопрогрессирования и далее продолжили иммунотерапию, и пациенты достигли контроля болезни. То есть сейчас в процессе стабилизации. И позвольте поделиться собственным опытом, представить клинические случаи пациентки, которые получают у нас лечение до сих пор, достаточно длительное лечение. Пациентка, молодая женщина, выступила с диагнозом меланома кожи. По данным гистологии, патриотно-клеточный вариант. Мутация в гене-бараф, извините, была выявлена. Уровень PDL-экспрессии составил 20%. С мая 2010 года выявлен рост образования на коже слева. Пациентки, выполненные сечением данного образования, получили гистологическое заключение, что это меланома. Регулярно пациентка не наблюдалась, и в марте 2012 года в связи с появлением слабости, повышением температуры, обратилась к врачу. Выявлено прогрессирование заболеваний в виде метастазов в печени и множественных метастазов в легке. Исследование головного мозга показало отсутствие признаков болезни, метастазов в кости не было. И по данным молекулярно-генетического исследования в гене-бараф обнаружена мутация. При осмотре состояния пациентки было ИКОК-2, высокий уровень ЛДГ, сохранялся субфибрилитет. Пациентка начинает получать лечение декорбозином, и отмечается продолженный рост метастазов в печени. Далее пациентка получает виморофениб, самочувствие улучшается, уменьшается слабость, но появляются нежелательные явления в виде сухости кожи, выделения из молочных желез, и наступает перерыв в лечении. По техническим сложностям не было доступа к препарату. Далее возобновляется прием виморофениба, самочувствие улучшается, но также остаются нежелательные явления. При контрольном обследовании в мае 2013 года наступает прогрессирование болезни. Пациентка начинает получать химиотерапию по программе паклитоксел-карбоплотин, получает на фоне терапии кортика, на фоне колонии стимулирующих факторов, и далее включена в программу расширенного доступа к лимумабу. Было выполнено 4 введения при обследовании после 4 курсов положительная динамика, сокращение метастазов, размера метастазов в печени, стабилизация метастазов в легких, и динамически пациентка наблюдается до октября 2014 года. При обследовании в 2014 году увеличение забрюшинного лимфатического узла и увеличение метастазов в легких. Вновь возвращаемся к химиотерапии паклитокселом и карбоплотином и при контрольном обследовании спустя несколько месяцев увеличение внутрибрюшинных лимфатических узлов. Пациентке на онкологическом консилиуме принято решение назначить вернуться к иммунотерапии и комбинации пилимумаб с неволумабом. По программе расширенного доступа пациентка получает 4 блока комбинированной иммунотерапии и до настоящего времени получает неволумаб без нежелательных явлений. Прошу обратить внимание, что на текущее время пациентка получила 105 курсов иммунотерапии и полный ответ сохраняется. Если мы поставим вопрос заканчивать иммунотерапию, продолжать, то пациентка будет продолжать иммунотерапию до прогрессирования или непереносимой токсичности. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok